Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ладно, начинаем, иншаллах. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. С имен Аллах, милосердного, хвала ему, мир и слава, милосердного, хвала ему, мир и благословение его посланнику, его ученые. Правдив, великий Аллах. Мои дорогие и уважаемые братья и сестры. Ассаляму алейкуму рахматуллахи в баракаду. Перед началом попрошу соблюдать этикет прослушивания лекции. Будьте внимательны. Если ваши дети неусидчивы, пожалуйста, уведите их, успокойте и приводите обратно. И еще один момент. Вспышкой на телефоне. Не мигайте, пожалуйста. То есть, что-либо, что может мигать, как вспышка. Вот это... Не включайте, это меня отвлекает. И третий момент. Еще один микрофон. Давайте. Еще один леденец надо закрепить. Давайте. Женщины наверху. Там нормально слышно вам? В общем, еще один момент. Когда я буду говорить, я бы хотел, чтобы вы слушали внимательно. Я буду вам иногда задавать какие-то вопросы. Я заметил, в Южной Африке прихожане не привыкли давать обратную связь лектору. Сидите и ждете, что я буду рассказывать, рассказывать, рассказывать. В таком режиме внимание ваше может рассеиваться. Я не люблю без взаимодействия. Так что давайте разговаривать. Я буду спрашивать что-то, а вы говорите да или нет. Договорились? Договорились? Вот, хорошо. Некоторые сказали да. Так, тема лекции. Дьявол внутри. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Потому что... А, что? Субханаллах. Брат начал лекцию с вопроса. Дьявол мужского или женского пола? Ой, брат, весело, наверное, у тебя ночь протекает, если дьяволица у тебя внутри. Каждое утро, наверное, как просыпаешься, гусли берешь. Ну, короче. Не знаю даже, с какого дьявола начать. Всевышний Аллах же создал человека, и к абсолютно каждому человеку Аллах прикрепил дьявола. Да. К каждому человеку дьявол прикреплен. Ну, есть и хорошая новость. К каждому человеку также прикреплен ангел. Дьявол время от времени подкидывает грешные мыслишки из невидимого мира, нашептывает вам плохое, побуждает делать зло. А ангел ваш что делает? Побуждает вас к хорошему, к добру. Побуждает делать благие дела. Вот так. Помимо этого у нас есть эго. Эго. И многие забывают об этом. То есть это сам человек может иметь довольно-таки дьявольское по своей сути эго. Эго может заставлять тебя автоматически делать какие-то вещи, даже без помощи дьявола. Это второй момент. Еще один момент. Это дьявол-человек. Понимаете? А то многие недопонимают. Когда мы говорим шайтан, дьявол. Вот когда я вам говорю шайтан, вам обычно приходит на ум, видимый шайтан или невидимый. Невидимый. Когда бы ты не сказал шайтан, когда бы ты не сказал дьявол, в основном все думают именно о невидимом шайтане. И не понимают того, что дьяволов два вида. Первый это невидимый, это джинн. А второй дьявол видимый, и это человек. И многие этого не знают, что человек тоже может быть дьяволом. Некоторые из людей натурально шайтаны, дьяволы. Это доказывает Коран. Когда мы читаем последнюю суру Корана, мы находим там такое откровение. Аллах обращается к пророку. Говорит, «Куль, скажи, «Скажи, прибегаю к твоей защите, о Аллах, Господь всех людей». Малекин-нас, царя всех людей, Бога людей. От зла того, кто наущает, того, кто нашептывает в груди, в сердцах людей. И Аллах говорит, из джинов и людей, потому что эти дьяволы могут быть из числа джинов, то есть невидимые, невидимые творения. И видимые, то есть люди. То есть люди не понимают, может быть такое, что ты живешь с дьяволом. Понимаете? Может быть такое, что с дьяволом живешь. Поэтому посланник Аллаха ясно сказал, что если ты обрел праведную жену, то аль-хамду-ли-лях, все будет очень хорошо. Жизнь хорошо будет складываться. А если супруга будет неправедная, проблемы будут каждый день. Каждый день будут проблемы. Представьте ситуацию. Женщина, мужа спрашивает, говорит, мол, дорогой, каждую ночь я вижу тебя в своих снах. Так хорошо от этого. А я снюсь тебе? Муж говорит, нет. Дорогой, а почему я не снюсь тебе? Муж говорит, потому что я Аят Аль Курси читаю перед сном. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Вы представьте, что вы находитесь у себя в комнате, в спальне, в тихом месте, где ты можешь посидеть. Представь, что ты там, пока будешь делать то, что я сейчас покажу. На счет 3, представь, что ты там. Делайте все то же самое, что делаю я. Отрежьте себя от прошлого и от будущего. Старайтесь прочувствовать. Только ты и Аллах. Эти несколько моментов. На счет 3, закройте глаза. Раз, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Повторяйте за мной. Просто повторяйте за мной, потом я вам объясню. Ла-Ила-Ха Илла-Лла-Ха Ла-Ила-Ха Даже когда я замолчу, глаза не открывайте. Продолжайте концентрироваться. Алла-Ха Алла-Ха Илла-Лла-Ха Илла-Лла-Ха Ла-Ила-Ха Илла-Лла-Ха Только ты и Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, не шевеляйся, откройте глаза. Прочувствуйте своё дыхание. Прочувствуйте дыхание. Прочувствуйте дыхание. Кто заметил, что вы начали дышать по-другому? Согласны? Намного медленнее, спокойнее. Тело успокоилось. Поднимите руки у кого-то. Поднимите. Почти все. Вот это Викар Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.